всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть сегодня продолжаю тему похудения в новом году потому что я знаю что многие начали ну и конечно это видео будет полезно для тех кто продолжает свой путь всем нужно периодически поддержка мотивация это очень важно потому что наш путь достаточно длительный но зато и результаты впечатляющие и так сегодня мы с вами поговорим о той теме которую вы очень часто поднимаете в прямых трансляциях и во время того когда вы пишите просто комментарии либо личные сообщения это часто стереотипы когда вам коллеги по работе близкие друзья или те люди которых вы считаете друзьями говорят ты точно никогда не сможешь похудеть и сегодня я расскажу о пяти самых распространенных стереотипах и самое главное постараюсь развеять все эти мифы и так видео будет как всегда коротким информативным и я надеюсь позитивным формате топ-5 поэтому начинаем номер один это то с чем столкнулась я лично поэтому наверное это номер один ты любишь готовить ты умеешь готовить тебе нравится готовить и соответственно ты любишь вкусно поесть одно следует из другого и так ты точно никогда не сможешь похудеть потому что тебе нравится готовить это один из первых комментариев которые я получила одна из участниц нашего сообщества написала что ей нравятся рецепты но она боится их готовить боится что вдруг она поест чего-то слишком вкусного и так как ей подруга ну представьте вроде бы это должен быть близкий человек говорит о том что вот ты очень вкусно готовишь у тебя классно получается поэтому ты точно никогда не сможешь похудеть и честно я точно так же думала потому что все диеты нам предлагают есть какую-то не особо вкусную привлекательную еду и ты понимаешь что все твои способности кулинарные должны вообще уйти из твоей жизни и ты должна есть гречку овсянку ну в общем диет много разных это именно из того что я прошла лично на самом деле честно сама не ожидала все оказалось совсем не так все намного проще просто можно все эти блюда которые вы любите которые вы привыкли готовить подстроить под себя под свою семью для того чтобы всем это питание нравилось питаться вкусно разнообразно полноценно и ваш вес будет снижаться что я могу сказать мой метод только поспособствовал моим кулинарным способностям не то что тут я себя нахваливаю сама просто правда я открыл для себя много интересного в том числе какие-то новые продукты сочетание этих продуктов полюбила новые вкусы открыла для себя и по-прежнему я похудела на 53 килограмма поэтому я вас уверяю на своем примере что если вы умеете готовить вам это нравится то это только плюс и это ни в коем случае не является той причиной из-за которой вы не сможете похудеть это наоборот вам дает огромный ресурс потому что когда вы любите когда вам это нравится вам проще приготовить что-то интересненько ну и конечно советую брать мои рецепты многим они очень нравятся и помогают я продолжаю номер два номер два тоже касается лично меня потому что я очень часто делюсь своим именно личным опытом потому что у многих людей у которых лишний вес а либо ожирение проблемы очень схожи и номер два это проблемы со здоровьем и у многих как следствие этих проблем со здоровьем гормональная терапия у меня более четырех лет астма и соответственно каждый день утром и вечером для того чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии у меня не было обострений этой сайма астмы я дышу гормональным болотчиком и если бывают какие-то у меня обострения тогда я принимаю более серьезную гормональную терапию это либо капельницы либо таблетки и очень часто люди боятся что не смогут похудеть это практически каждый эфир я от вас такие вопросы встречаю и что я могу сказать да конечно когда вы имеете уже какое-то хроническое заболевание когда вы употребляете гормональные препараты вы не сможете просто показывать такие результаты как допустим человек абсолютно здоровый но тем важнее для вас снижать свой вес потому что я на своем опыте могу сказать как сильно то что ваш вес пришел в норму влияет на ваше общее состояние и на ваши хронические заболевания в частности это я знаю теперь как никто другой и очень очень счастливым не стало просто а в разы легче жить и в разы стало легче с астмы стало намного меньше обострений если они случаются как допустим и новогодние каникулы в этом году то они проходят намного легче поэтому да ваш путь будет длиннее я не буду говорить что у вас все будет быстро классно и так далее нет это неправда но это не значит что у вас не получится это не значит что вы точно не сможете похудеть это значит что да ваша цель займет достижение этой цели немного больше времени возможно больше времени но в любом случае вы вашей цели достигнете и бонусом будет не только снижение веса но и ваше самочувствие которое улучшится поверьте моему опыту поэтому если вы имеете хронические заболевания и принимаете гормональную терапию это не то что не даст вам похудеть главное продолжать мой номер три тоже по моему личному опыту номер три ты никогда не сможешь похудеть без спортзала без силовых без кардио в общем без изнуряющих тренировок ведь мы с вами растолстели позволяли себе слишком много и теперь должны расплатиться своим потом спортзале я тоже точно так же думала и в связи с предыдущим пунктом так как я болела постоянно обострялась астма из-за лишнего веса в том числе просто было тяжело дышать все посещения спортзала каких-либо тренировок заканчивались всегда в 100 процентах случаях просто полнейшим фиаско я точно также была уверена что так как у меня нет возможности посещать постоянно тренировки хотя я правда пыталась про это я тоже очень много рассказывала кардио это вообще не мое я так поняла до конца жизни потому что для человека с астмой это не та физическая активность которая должна быть силовые тоже мне не особо подходили потому что после каких-то изнурительных тренировок не оставалось сил вообще ни на что только упасть на кровать естественно любой взрослый человек имеет семью работаю так далее мы не можем просто себе позволить жить в таком ритме и кроме того не забывайте о том что чем больше вы весите тем большая нагрузка приходится на ваши суставы и сердечно-сосудистую систему когда вы пытаетесь похудеть с помощью каких-то изнурительных тренировок напоминаю что 80 процентов вашего успеха прогресса результата назовите это как угодно это ваше питание а физическая активность нам нужно не для того чтобы наказывать себя спортзале сгоняя 7 потов а для того чтобы чувствовать себя лучше чувствовать себя бодрее ну естественно чтобы ваше тело выглядело лучше в этом на самом деле нет ничего плохого но как и ко всему нужно подходить с умом опять на своем опыте и лучше меньше да лучше на самом деле потому что до сих пор у меня по-прежнему проблемы с физической активностью потому что вот я заболела выпало из клей и после того как я делала уже занятия у меня были по 40 45 минут я вернулась 10 минутам но это больше чем ничего и да я осматик у меня такое бывает но я все равно буду продолжать и это буду повторять сегодня наверное много раз потому что хочу чтобы вы зарядились этим я буду продолжать и у меня получится похудеть а мы с вами продолжаем мой номер четыре много раз я пыталась честно пыталась я сидела на разнообразных диетах посещала разнообразные тренировки в том числе тренировалась личным тренером и каждый раз меня ждало то самое фиаско каждый раз вес возвращался каждый раз я пыталась и каждый раз у меня ничего не получалось казалось бы самым разумным выводом является то что ну мне то уж не дано худеть у меня точно никогда не получится и зачастую даже это не другие люди нам говорят а мы сами попробовав пострадав потому что это на самом деле очень тяжело и физически и морально давит на нас потому что мы правда стараемся прикладываем все усилия а результаты каждый раз уходят либо мы достигаем какого-то результата и потом просто вес возвращается так было у меня и у многих многие просто люди тоже пишут спрашивают смогу ли я похудеть по вашему методу я честно говорю всегда не знаю потому что я к вам домой не приду не буду рядом с вами сидеть кормить вас какими-то специальными блюдами вы это можете сделать сами и многие люди так же как вы боялись сомневались они сделали самое главное они решили попробовать еще раз и многие люди достигли результатов кстати кто достиг результатов обязательно делитесь в комментариях это очень важно для того чтобы поддержать наших новеньких участников потому что встретив двадцатый год я думаю многие решили изменить свою жизнь ну и свой вес к лучшему конечно же поэтому если у вас не получалось то почему бы не попробовать еще раз вы ничего совсем не теряете будете питаться вкусно разнообразно и все-таки всегда в своей жизни я руководствуюсь вот такой расхожей фразы что лучше жалеть о том что ты сделал о том что ты попробовал чем об упущенные возможности и вы знаете 100 процентов случаях это срабатывает поэтому надеюсь я вас зарядила и сейчас будет пятый пункт опять по моему личному опыту я когда достигла веса 120 килограммов кстати сейчас сергей вставит фото чтобы вы убедились что я весила действительно 120 килограммов была огромной женщиной которая точно знала что никогда не сможет похудеть потому что перепробовала все ну и пункты названные выше все у меня присутствовали я была уверена на не на 100 на 1000 процентов что у меня нет силы воли для того чтобы похудеть у меня нет силы воли чтобы отказаться от шоколадки у меня нет силы воли для того чтобы не наедаться на ужин у меня нет силы воли чтобы пройти мимо какого-то ресторана быстрого питания и в общем у меня ни на что нет силы воли все что я могу делать это только жалеть себя и есть Как вы видите, все оказалось немного иначе, и самое интересное, что это оказалось неожиданно даже для меня. По поводу силы воли я снимала отдельное подробное очень видео, тоже, конечно же, основанное на личном опыте. Ссылка на него появится вот здесь, посмотрите обязательно, там много полезной информации. Я сейчас вам открою практически свой секрет, что сила воли это не то, что нужно для похудения. Похудение это такое же, ну достижение какого-то веса, достижение здорового веса, это самая обычная цель в жизни. И я в своих видео предлагаю вам все инструменты для того, чтобы этой цели достичь. И соответственно, когда мы хотим чего-то достичь, мы просто работаем. Это очень, казалось бы, просто, ожидаемо, но почему-то многие люди, так же как и я когда-то, думали, что вот была бы у меня сила воли, и как по щелчку, я бы перестала есть сладкое и так далее, и так далее, и все бы одномоментно наладилось. Так не бывает, сила воли появится у вас потом со временем, а пока она не появилась, вы можете помочь себе, своему здоровью, просто работая для себя. Потому что похудение это работа, это сложный достаточно процесс, потому что нам нужно расстаться с ненужными привычками, создать, воссоздать новый образ жизни с полезными, здоровыми привычками, которые помогут привести ваш вес к здоровым цифрам. И это работа. Как следствие, в любой работе бывают ошибки, но сила воли это не то, что не дает вам похудеть. Поверьте моему опыту, когда я весила 120, я была полностью уверена, что у меня абсолютно нет силы воли. И сейчас я вешу на 53 килограмма меньше, и честно, сила воли это не то, чем я могу похвастаться, но это не помешало мне похудеть. Вот такое получилось видео, я надеюсь, что оно было очень мотивационным, очень эмоциональным, потому что я очень старалась, знаю, как тяжело начинать, как никто другой. Ну и продолжать на самом деле тоже тяжело, потому что эти каникулы, праздники выбивают нас всех немного из колеи, и я надеюсь, что такой заряд позитива, заряд положительных эмоций поможет вам начать, либо продолжать вместе, потому что я счастлива, что у нас есть такое замечательное сообщество. Вот здесь появятся еще наши новые интересные, полезные и, кстати, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич, я желаю всем любви, добра и, конечно, бороться со стереотипами.